Результаты выездного медицинского обследования сотрудников Щелковского Доканала обсуждал консилиум врачей первой районной поликлиники. Он прошёл в эту пятницу в районном культурном комплексе. Пилотный проект проведения скринингового исследования показал тревожные цифры. Из 40 работников, прошедших обследование, треть имеет те или иные отклонения в здоровье и нуждаются в более глубоком обследовании. Похожие результаты показал скрининг 28 работников автоколонны 1785 МОЗ Трансавта. За 10 минут тех, кто пришёл на обследование, осмотрели эндокринолог, кардиолог, терапевт, стоматолог. Более оперативного осмотра трудно себе представить. Скрининговое обследование предприятия «Водоканал» и автоколонны 1785 позволило нам выявить около 30% неблагополучия в здоровье работающих людей. К сожалению, люди это были молодые, до 40 лет. Да, выявлено где-то процентов 20-25 повышенного артериального давления. Медики сошлись во мнении, загруженному работой человекам не всегда удобно выбрать время и прийти в поликлинику. Подобного рода скрининговые исследования на предприятиях способствуют раннему выявлению заболеваний, особенно у молодых людей, когда болезнь ещё не шагнула далеко вперёд. Менее четверти часа нужен человеку, чтобы пройти осмотр специалистами, в отличие от поликлиники, где разные кабинеты необходимо посетить в ограниченные часы приёма. Учитывая эти очевидные плюсы, от сторонников Единой России в Государственную Думу поступила инициатива о выделении работнику коллектива любой формы собственности оплачиваемого дня для прохождения диспансеризации. Следом поступило второе предложение – приблизить диспансеризацию к месту работы. И в этом направлении медики Щёлковского района готовы плотно потрудиться. Мы попытаемся по двум направлениям поработать. Первое – это с трудовыми коллективами, с руководителями предприятий, для того, чтобы они в свои планы внесли необходимость вот таких мероприятий и были заинтересованы в этом. Второе оставляющее – это информационное. Нам нужно убедить людей, что на ранней стадии действительно выявленное заболевание легче лечится. Проект проведения скрининговых исследований без отрыва от производства, реализованный активистами Щёлковского района и Балашихи, позволит медикам приблизиться к максимальному показателю в выполнении плана диспансеризации. Как отметил на консилиуме заместитель врача по лечебной части первой больницы Сергея Стеценко, исполнение достигло 46% от годового плана. Медики получили новое задание – провести обследование на Щёлковском заводе вторичных драгоценных металлов, мебельной фабрики стильной кухни и других, руководители которых заботятся о здоровье сотрудников. Всем известное выражение – болезнь легче предупредить, для этих людей совсем не пустой звук. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щёлкова.